Расходная часть бюджета Сочи увеличилась на 274 миллиона. Куда направят эти деньги, решили на сессии городского собрания. Сочи займутся проблемами общежитий. Такое решение принял глава города после визита в микрорайон Донской. Экологично, тихо и даже по узким улицам Сочи начали ездить метановые мусоровозы. Профессионалы и любители вместе на горных склонах. Сочинцев приглашают на турнир по горным лыжам и сноуборду. Первый в этом году час контроля провел губернатор Краснодарского края сегодня. На совещании глава Кубани проверил, как главы районов и руководители краевых ведомств исполняют его поручения. Особое внимание на сегодняшнем заседании к строительству школ, больниц и спорткомплексов. Строительство и реконструкция социальных объектов – это максимально видимая работа власти всех уровней для жителей. Поэтому, когда мы растягиваем реконструкцию строительства, то, что люди же понимают, то, что можно сделать за год, мы делаем за три, а то, что можно сделать за три, мы делаем за шесть. То это изображение деятельности. Это не нужно ни мне, коллеги, я уверен, ни вам и ни жителям. Поэтому давайте здесь все-таки посмотрим на дорожные карты, на дорожные карты по каждому социальному объекту. И неважно, что это – реконструкция, либо ремонт, либо это строительство. По каждому еще раз оптимизируем сроки и ремонта, и строительства любого социального объекта, который у нас стоит в дорожных картах. Еще раз давайте посмотрим на актуализацию этих дорожных карт, с точки зрения ускорения всех этих процессов. За 2019-й в срок выполнено 80% поставленных задач, оставшиеся 20 на сегодня еще в различных стадиях исполнения. Наиболее ответственными в этом вопросе оказались Абинский, Красноармейский, Тимошевский и Крымский районы. При этом отстают Темрюкский, Абширонский районы и Горячий ключ. Предложения по внесению изменений в Конституцию России обсудили депутаты Законодательного собрания края на первой в этом году сессии. Участие в ней принял губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, готовящиеся поправки и инициативы усилят в целом нашу страну. На повестке дня были также важные социальные вопросы, в числе которых увеличение различных денежных выплат. В текущем году – это первая сессия, на которую после новогодних каникул вышли кубанские депутаты. В повестке – 40 вопросов. Большинство из них касаются социальной сферы. Именно этому направлению особое внимание уделил президент России в своем обращении к Федеральному собранию. Сегодня на обсуждении в Законодательном собрании края рассмотрели законопроекты о дополнительных выплатах сразу нескольким категориям граждан. С таким предложением к парламентариям обратился губернатор. Депутаты, например, одобрили инициативу доплачивать учителям в школах за классное руководство. Причем помимо федеральных субсидий увеличили и действующую региональную поддержку. Я благодарен вам, что мы сегодня смогли принять решение, что дополнительно за классное руководство добавляем еще по одной тысяче рублей. И у нас для нашего края учитель за классное руководство будет получать 4 тысячи рублей. Казалось бы, что такое 4 тысячи рублей? А в рамках края это 2 миллиарда. 2 миллиарда. А если с учетом того, что 5 тысяч рублей – это поручение президента, правительству, и еще плюс 5 тысяч рублей, то это 9 тысяч, которые будет получать учитель за классное руководство. 9 тысяч рублей плюс зарплате. Внимание к школам приковано особенное. От того, какие условия обучения созданы сейчас, зависит будущее, как минимум целого региона. Об этом говорили и глава государства, и губернатор края. До 1 сентября 2023 года все дети в начальных классах должны быть обеспечены бесплатной горячей едой. Такую задачу в масштабах всей страны поставил Владимир Путин. На Кубани решили не ждать контрольной даты и перейти на полную компенсацию обедов из бюджета уже в новом учебном году. Тем более, что для ребят из малоимущих семей с 1 по 4 классы уже оплачивают питание за счет региональной казны. Конечно, для этого нужна специальная инфраструктура. Поэтому в школах, где еще нет собственных столовых, построят специальные кухонные блоки. Президент сказал, что не надо здесь считать денег. Даже не важно, не надо градацию. Уберите, кто может, кто не может. Все дети должны кушать, и это нормально. Это будет не маленькая совсем сумма. Мы сейчас просто с федеральным центром в рамках программы просчитываем, сколько будут они давать. На эти цели предусмотрят в федеральном бюджете. Сейчас правительство формирует, сколько мы будем в соотношении. Деньги найдем на наших детей. На наших детей, особенно в сельской местности. Я уверен, что сейчас, как только соотношение будет оправлено, без всяких оговорок, Игорь Петрович, тут же к коллегам обращаемся и вносим изменения не переспределения, а дополнения средств бюджета на эти цели. Кубань никогда не отставала. Мы в авангарде. Как только появляется, сразу же практически принимается решение, чтобы люди максимально получали все эти выплаты. Уже ведется достаточно активная работа с нашим министерством финансов в части корректировок бюджета, в части внесения изменений в краевые целевые программы. При этом констатирую с превеликим удовольствием, что ни одна программа не подвержена сокращению финансирования. Все программы, которые внесены на рассмотрение и вносятся на рассмотрение февральской сессии, все идут только с плюсом. Второе чтение в ЗСК прошел и законопроект о предоставлении единовременных компенсаций для учителей, которые переехали на работу в сельские школы. Раньше такие полагались только врачам. Также принято решение увеличить ежемесячные выплаты для Героев Советского Союза и России, полных кавалеров Ордена Славы, до 30 тысяч рублей. Аналогичную материальную поддержку окажут и вдовом Героев, которые раньше получали всего по 8 тысяч рублей. Учитывая уникальную категорию адресата выплаты на почти 6-миллионную кубань всего 47 человек и вклад в защиту Отечества, большую патриотическую работу среди молодежи в школах и высших учебных заведениях, прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать принятие данного законопроекта в первом чтении с учетом таблицы поправок. Для этого в краевом бюджете зарезервировано больше 17 миллионов рублей. Первые выплаты произойдут уже в ближайшее время. Это деньги, краевые коллеги, сверхфедеральные, которые выплачиваются согласно федеральному законодательству. Это добровольная инициатива, которая есть не во всех субъектах. Комитет поддержал, но внес свои поправки, чтобы уже с Нового года, а не с марта месяца, как получилось бы в альтернативе, вот эти люди получили данную повышенную и сбалансированную выплату. Не забыли и про героев, которые защищают интересы страны на спортивном поле боя. Победителям Олимпиад и их тренерам повысят ежемесячные стипендии. За золото – 30 тысяч рублей, за серебро – 25 и за бронзу – 20. Последний раз эти выплаты повышались 8 лет назад. Депутаты проголосовали единогласно – за. Люди – главное богатство. И это, пожалуй, основной лейтмотив всех законопроектов, за которые голосовали парламентарии. Инвестиции в человеческий капитал – не просто красивая фигура речи. После принятых сегодня решений – это однозначные приоритеты для всех уровней власти в регионе. Расходная часть бюджета Сочи увеличилась более чем на 270 миллионов. Об этом сегодня стало известно на сессии городского собрания. Сегодня сочинские депутаты собрались на первой в этом году сессии. Один из главных вопросов повестки дня – это внесение изменений в бюджет города. Его расходная часть увеличилась на 274 миллиона рублей за счет остатков средств с прошлого года. Эти деньги будут направлены в том числе на городские дороги. Направлены будут средства в дорожный фонд на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на наших муниципальных дорогах. Кроме того, мы внесли изменения в положение в дорожном фонде, который сейчас позволяет направлять эти средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. И самое главное – это участие в краевых программах. За счет этого мы тоже будем дополнительно получать средства в бюджет. 100 миллионов рублей по решению депутатов городского собрания будут направлены на вывоз скопившегося в Сочи мусора. Также дополнительные средства пойдут на инвентаризацию бесхозных сетей. Это ливневки, водопроводы и электросети. Кроме того, сегодня народные избранники проголосовали за создание в городе некоммерческой организации «Сочинские ярмарки». Она будет заниматься созданием условий для развития и централизации ярмарок, где будут представлены товары местных производителей. Новая организация в том числе поможет бороться с незаконной торговлей. Две сочинских многоэтажки могут быть достроены за счет краевого фонда. Документы отправлены на рассмотрение. Об этом стало известно на межведомственном совещании по решению проблем обманутых дольщиков и покупателей жилья в самостроях. Участие в нем приняли руководители правоохранительных органов и прокурор города Сочи Игорь Грязнов. Как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, решить проблемы дольщиков и самостроев можно только совместными усилиями с силовым блоком и ресурсоснабжающими организациями. В этих домах, если живут люди, то мы приложим максимальное количество усилий для того, чтобы эти дома сохранить. Если есть, то закон и возможности как-то в этой части помочь. Одним из таких механизмов является фонд содействия в защите прав участников долевого строительства Краснодарского края. На рассмотрении в краевом фонде два сочинских объекта, в которые были вложены средства граждан по 214-му федеральному закону. Это недострой компании Ида по улице Санаторной и Сочи Абсолют по улице Островского. В случае положительного решения эти дома будут достраиваться за счет фонда. Кроме того, подчеркнул глава Сочи, необходимо наладить межведомственное взаимодействие таким образом, чтобы на начальном этапе искоренить возможность самовольного строительства. В краевом реестре сейчас значится 18 проблемных объектов долевого строительства. 13 из них достраивают инвесторы. В Сочи создадут оперативные группы жилищного контроля, которые займутся проблемами общежитий. Круг вопросов от ремонта в подъездах до начисления тарифов. Такое распоряжение отдал глава города Алексей Копайгородский. Накануне он проинспектировал микрорайон Донской. Это все будет комплексно, спокойно. Начнем с первичных вопросов, вопроса безопасности. Неделю назад в доме номер 19 по улице Донской случился пожар. Эвакуировали около полусотни людей. Одного из жильцов не удалось спасти. За несколько лет в доме произошло два пожара, но работа над ошибками, похоже, не сделана. Проводка на нескольких этажах просто свисает с потолка. А электросчетчики установлены в деревянных боксах, которые могут легко загореться. Жители дома, представители управляющей компании, полиции, прокуратуры, коммунальных служб, мэрии и депутаты вместе искали пути решения проблем. Капитальный ремонт многоэтажки по федеральной программе будет не раньше, чем через два года. Так что в ближайшее же время в доме собираются установить датчики и пожарную сигнализацию. У нас дети играют вот среди машин на дороге. По распоряжению мэра в городе организуют оперативные группы жилищного контроля. Они начнут работу с общежития на Донской. Выявят типовые проблемы и составят планы их решения. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды, ремонту подъездов и санитарному состоянию дворов. А так выглядит подвал соседнего общежития. Десять лет назад активисты сделали здесь ремонт и обустроили два спортивных зала, где теперь боксом бесплатно занимаются около сотни детей. Руководитель секции Нодарит Саава, мастер спорта СССР и по совместительству Домком. Расчистили, привели в порядок. И сегодня у нас вопрос стоит. В каждом доме можно это делать. Это все зависит от жителей нашего дома. Подобных спортивных залов в Сочи около 40. И их должно стать еще больше, резюмирует мэр. Затратная часть не такая большая, но коэффициент полезного действия, с учетом есть достойный тренерский и преподавательский состав, тех, кто занимается спортом, это все должно в городе максимально работать. И вот таким людям, как они, максимально помогать. В ближайшее время на курорте разработают муниципальную программу ремонта, определят очередность домов. Начнут с общежитий и малосемеек. Их в Сочи более 300. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 31 января в Сочи облачно, дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 6-8 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 10. В Красной Поляне 31 января переменная облачность, снег. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем плюс 3, плюс 5. В Сочи полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотических средств. На стационарном посту Магри сотрудники ТПС для проверки документов остановили автомобиль марки «Ниссан» под управлением 41-летнего москвича. В салоне транспортного средства помимо водителя находились двое пассажиров, жители Челябинской области, мужчина и женщина в возрасте от 19 до 25 лет. В результате личного досмотра в вещах пассажиров сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов гашиша и амфетамина. Позже, в ходе осмотра их съемного жилья в центральном округе города Сочи полицейские изъяли 600 граммов мефедрона. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается. Причина та же, изменился реквизит. На границе в Сочи задержаны жительницы Абхазии, нелегально перевозившие больше полутысячи блоков сигарет. Причем одна из них на прошлой неделе уже была штрафована за такое же нарушение. На сей раз внимание пограничников и таможенников привлекли пассажирки поезда Сухум, Москва. У женщин был чересчур объемный багаж, но они заявили, что ничего запрещенного не везут. Тем не менее, в ходе таможенного досмотра на полках вагона в пакетах и россыпью под матрасами и подушками таможенники обнаружили 142 блока сигарет. У другой женщины в двух сумках и чемодане нашли 198 блоков. Еще одна пассажирка пыталась провести в пакетах и холщовом мешке 206 блоков сигарет. Всего обнаружено 546 блоков, это 109 200 штук. Одна из женщин совершает такое нарушение уже в четвертый раз. На прошлой неделе ее задержали на пешеходном пункте пропуска. Под одеждой дамма хотела пронести 25 блоков сигарет. Еще 100 блоков она до этого также пыталась провести на поезде. Весь товар изъят, возбуждены 6 дел об административных правонарушениях. По улицам Сочи начали ездить метановые мусоровозы. Новый оператор по сбору и вывозу мусора получил 11 новых автомобилей, работающих на природном газе. Самые современные мусоровозы с самым экологически чистым топливом. Так сегодня говорят о новой коммунальной технике, которая начала работать в Сочи. Пока метановые мусоровозы для города в новинку. Однако в том, что приобретение окажется удачным, сомневаться не приходится. Специалисты компании по сбору и вывозу мусора, профи-сервис, которая с 1 января работает в Сочи вместо САХА, уже оценили все преимущества таких КАМАЗов. Экологические выбросы в атмосферу практически не поступают, так как газ сгорает полностью. Данные автомобили более маневренные, так как они имеют маленький размер и могут проехать в труднодоступные улочки, где у нас расположены контейнерные площадки. Тем самым мы можем добраться до тех мест, куда не может доехать большой автомобиль. Для Сочи, где масса узких улиц, такой мусоровоз действительно спасение. Его габариты – это первое преимущество. Второе – экологичность, что немаловажно для города-курорта. Объем вредных выбросов двигателя при работе на метане сокращается в 2-3 раза, а задымленность аж в 9. К слову, новая техника работает гораздо тише, чем дизельные аналоги. Так что ночью работающие мусоровозы не потревожат жителей спальных районов. 11 газовых мусоровозов – это не единственная техника компании-подрядчика. У предприятия «Профисервис», которое является сочинским подрядчиком регионального оператора «Крайжилкомресурс» – 90 автомобилей. Мусоровозы доезжают до каждой из 3,5 тысяч контейнерных площадок Сочи. А к лету парк спецтехники и вовсе обновится на 100%. На данный момент мы полностью стабилизировались. На данный момент формируется абонентская база полностью, которая по нами охвачена. Сейчас вводится новая программа АИС-отходы, которая будет полностью автоматизирована и будет нам формировать сама маршруты по городу Сочи. Тем самым мы охватим большую часть города наименьшим количеством транспорта. Напомню, с начала года сбор и вывоз мусора обеспечивает региональный оператор компания «Крайжилкомресурс». Тендер на уборку мусора в Сочи выиграла компания «Профисервис». Она занимается как сбором, так и транспортировкой отходов на полигоны в край. А в течение полугода региональный оператор планирует наладить в Сочи и переработку отходов на территории бывшего завода ТСМ, что на улице Транспортной начнется строительство современной мусоросортирующей станции. На ней будет производиться автоматический отбор органики. За счет сортировки и компостирования на полигон в Белореченске будет вывозиться на 40% меньше мусора. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ И мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». Каждый день вплоть до 9 мая мы будем рассказывать, чем ознаменовалась конкретная дата в истории Великой Отечественной. 30 января советская подлодка С-13 капитана Маринеско потопила судно Вильгельм Густлов. По разным данным тогда погибло от 4 до 8 тысяч человек. 30 января подводная лодка С-13 под командованием капитана третьего ранга Александра Маринеско к северо-западу от Данцикской бухты подбила огромный германский лайнер Вильгельм Густлов водоизмещением в 25,5 тонн. На его борту находились сбежавшие из Данцига под ударами наступающих советских войск фашисты. Подошедшие в район подтопления крейсер, миноносцы и тральщики не могли уже оказать транспорту никакой помощи. Опасаясь атак советских лодок, они поспешно отошли на запад. 9 февраля подлодка капитана Маринеско снова подтопила германский пароход, на сей раз генерал Штойбен. За боевые успехи в этом походе подводная лодка С-13 была награждена орденом Красного Знамени. Тогда же в этот день, 30 января, ушел из жизни контр-адмирал, советский арктический исследователь Иван Папанин. Под его руководством были построены полярные станции в бухте Тихая на мысе Челюскин. А еще одну он организовал прямо на дрейфующей льдине. За руководство этой станции Папанин получил звание Героя Советского Союза и медаль «Золотая звезда». Перед войной следователя назначили начальником глав 7 морпути. На этом посту Папанин вплотную занялся созданием ледоколов. До начала Великой Отечественной он был повторно отмечен «Золотой звездой» и стал дважды Героем Советского Союза. А в годы войны Иван Дмитриевич внес значительный вклад в организацию бесперебойного движения судов на трассе Северного морского пути, а также руководил корено реконструкцией порта Петропавловск-Камчатский. Во время войны получил звание контр-адмирала. Скончался Папанин 30 января 1986 года в Москве. Его именем назван мыс на Таймырском полуострове, горы в Антарктиде, подводная гора в Тихом океане, институт биологии внутренних вод РАН и улицы во многих городах России. Сочинцев приглашают принять участие в соревнованиях по горным лыжам и сноуборду. Четвертый открытый турнир на Кубок горно-туристического центра «Газпром» пройдет 1 февраля в 11.00. Принять участие в соревнованиях могут профессионалы и любители старше 18 лет, умеющие уверенно поворачивать на лыжах и сноуборде, контролировать скорость и останавливаться. Борьба за Кубок пройдет на синей трассе в зоне катания «Лаура» – горный приют «Пихтовый». Участие в соревнованиях бесплатное. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорить Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорить Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин